всем привет сегодня сделаем такую простую коррекцию на этих ручках это моя постоянная клиентка очень круто у нее отрастает кутикула все ровненько без всяких пропилов у нас всегда как в общем то у меня всегда и она мне всегда делают вот такие коротенькие овальные ногти немножко переходила в этот раз уже не помню по какой причине она рассказывала ну в общем тут ногтям что-то около полутора месяцев я в данном случае сразу убираю длину а потом уже убираю излишний материал такая забавная история у меня приключилась я сменила место жительства но собственное место работы то есть я работаю у себя дома принимаю клиентов и так получилось что конкретно эта клиентка моя живет в этом же доме прямо соседней квартире я посмеялась на самом деле когда узнала потому что переживала очень думала что в этот район многим моим клиенткам будет ездить неудобно довольно далеко от прошлого места работы а оказалось совсем наоборот вот такие сюрпризы иногда преподносит судьба кстати в одном из моих видео у меня в комментариях спрашивала девушка рассказать подробнее про работу мастера маникюра во вьетнаме конкретно я живу в туристическом городе не чанг тут круглый год тепло море рядом пляж но сейчас начинается сезон дождей знаете такой лайтовый сезон дождей редко бывает так что прям дожди постоянно ну например сегодня днем немного был но чаще всего он все таки идет ночью а днем довольно тепло и комфортно и сезон дождей тут длится примерно с ноября по февраль а в целом про работу могу сказать что да вообще не сильно отличается также ко мне ходят русские девочки только русские девочки потому что для вьетнамских девушек русский маникюр довольно дорогой местных вьетнамских салонах за эту же услугу цена может быть в 35 раз дешевле поэтому ну соответственно там качество совершенно другое там и маникюр небезопасный и нет обработки инструментов вообще никакой зачастую то есть они могут сделать маникюр одному клиенту и даже там не знаю спиртиком не пшикнуть тут же этими же инструментами начать делать другому или себе где-нибудь там поговорять в ногах в ногах в руках не столько истории рассказывали мои клиентки которые ну побывали скажем так на этих процедурах ну и само покрытие конечно тоже оставляет желать лучшего возможно для вьетнамских девушек это нормально потому что они в основном не делают никакого укрепления и даже выравнивание не делают то есть тонкий слой базы втирающий цвет топ и все на этом но тут есть особенность такая у азиаток в основном очень крепкие ногти и поэтому для них такой вариант подходит у них такое покрытие будет хорошо держаться но к сожалению для славянских девушек у славянских девушек ногти не такие крепкие в основном поэтому в большинстве случаев все-таки требуется укрепление но либо же уравнивание хотя я работаю исключительно в технике укрепления ну конечно же ко мне приходили несколько девушек с этим самым вьетнамским маникюром я все мечтаю как-нибудь это заснять но пока что не получилось просто я раньше придерживалась такой позиции что не показывает работу других мастеров не обсуждать не говорить плохо но раз уж я начала вести блог хочется но не то что осудить просто показать как она бывает по-другому как она бывает именно здесь во вьетнаме поэтому ищу моделей если найду обязательно сниму видео и выложу покажу вам а мы плавненько движемся к истории почему же русские девушки ходят именно к русским мастерам нет не все ходят к русским мастерам есть много девушек которые ходят все-таки во вьетнамские салоны которые не боятся скажем так чем-то заразиться которым не нужен супер идеальный маникюр как бы это сказать не хочется говорить что русские девушки привередливы в маникюре хочется подобрать другое слово но скажем так кому-то не принципиально чтобы было все прям супер пупер идеально ну почему нет я всегда только за я наоборот не понимаю от этого стремления прям прям ну чтобы там не знаю не не доли миллиметра длина не отличалась чтобы где-то какой-то косячок не допустить но я спокойно довольно таки отношусь ко многим моментом маникюре и в общем то мои клиентки в основном тоже все такие же но это не значит что я делаю плохой маникюр я делаю хороший маникюр аккуратный но не парюсь по поводу каких-то там ну незначительных недочетов но бывает не все мы идеально как говорится а есть кстати точно знаю один даже два наверное вьетнамских салона здесь в городе которых есть стерилизация которые девушки в местных чатах очень часто рекомендуют у них действительно вот такая цена как я назвала там не на 500 600 800 рублей за маникюр с покрытием и и даже видела у фото отзывов довольно приличную работой почему бы не ходить туда конечно о том стерилизует ли на самом деле инструмент тут сложно судить потому что я думаю все мастера в курсе как это можно обойти до подстроить скажем так но я надеюсь это все таки ну на совести владельца салона мастеров я надеюсь что не все таки действительно обрабатывают инструмент потому что это в принципе очень важно а здесь в условиях жары и влажности просто вдвойне и втройне важно также хотелось бы рассказать про цены на маникюр в среднем наверное ну если пересчитывать в рубли среднем цена за маникюр с покрытием где-то будет 2000 рублей наверное средняя по городу русских именно мастеров но есть девочки которые делают за 1200 полторы тысячи самый высокий прайс который я встречала на данный момент это три тысячи двести рублей нет подождите 4000 рублей если делать с укреплением на но хорошая работа хороший мастер я всегда за высокий ценник поэтому да классно у меня на данный момент стоимость за маникюр с покрытием с укреплением как я обычно делаю это в рублях 2 400 кстати когда я сюда только переезжала это был февраль этого года я изначально установила такую цену но естественно в местной валюте и на тот момент пересчете на рубли это было 1600 рублей настолько упал курс за это время что мои 1600 превратились 2 400 но я не планирую снижать цену потому что клиентов достаточно больше мне не нужно я бы даже может быть повысила чтобы работать поменьше потому что работать здесь вообще не хочется настолько расслабляет вот это вьетнамский вайб какой-то они все-таки и знаете спокойные умиротворенные никуда не спешащие и я привыкшая работать в москве принимать по десять клиентов в день мне тут бывает тяжело там на трех клиентов принять я стараюсь тут работать как можно меньше и больше как-то получать удовольствие не только от работы но и в целом в целом от жизни скажем так не знаю честно как работают другие русские девочки здесь возможно тот же кто-то словил вот такую расслабленность не могу сказать я со многими общаюсь но эту тему как-то не обсуждали но клиентов хватает всем у всех довольно неплохая запись русских здесь очень много сейчас тем более тем более сейчас потому что многие приехали сейчас на зимовку во вьетнам в нячанг в частности ну и есть момент с визами раньше были визы только на 3 на один месяц максимально сейчас вьетнам сделал визы на три месяца и этим привлек очень много людей сюда очень многие приехали и мастера и клиенты добавились в общем работ хватает единственное с чем тут пока что наверное сложновато но мне до сих пор сложновато по городу нет магазинов с маникюрными материалами точнее они есть там 34 место но выбор вообще ужасный ужасный поэтому приходится все заказывать в интернет-магазине и ждать часто приходит не то что ты ожидал плюс нет знакомых фирм но кроме вот born pretty хотя раньше на ней не работала я только видела обзоры но это хотя бы что-то с чем русские мастера работают что вызывает доверие а так все приходится заново изучать и много уходит времени и денег на закупку того что на самом деле тебе потом не пригодится это так печально ну например я до сих пор не нашла здесь материалы для ортонексии это скобы для ногтей чтобы выравнивать ногти я пробовал стоматологические но они не держатся на ногтях не знаю даже что с этим делать потому что услуга ну не прям востребована но иногда требуется ну а я тем временем заканчиваю маникюр надеюсь история была интересная задавайте вопросы если еще какие-то есть не обязательно отвечу в комментариях или в следующих своих видео такие малышки у нас сегодня получились нежные там немного есть шиммер но на фото видео его практически не видно к сожалению такой прям нежный нежный минималистичный всем до встречи